Порт-городок. Полоса отчуждения. Когда-то давно, в прошлом веке, здесь был цветущий рай. Здесь был свой маленький городок. Жили там моряки со своими семьями, военные моряки. Была своя школа, было своё почтовое отделение, был свой магазин, своя кочегарка. Словом, инфраструктура была отлажена. Люди отдыхали после работы, набирались сил и дышали нормальным воздухом. Прошли годы, рухнул Советский Союз, рухнула эпоха. Закончился социализм, и все мы оказались заложниками безнравственных чудовища, хладнокровных рептилий, которые приучают народ жить в нечистотах, в свинских условиях. И ещё умудряются брать за это деньги. За 30 с небольшим лет, а точнее за последние 10 лет, в Порт-городку был нанесён колоссальный удар. Дома попросту перестали обслуживаться. Как результат, жилой фонд Порт-городка сегодня под угрозой полного уничтожения. Видимо, этого и добивались хладнокровные рептилоиды, у каждого из которых есть фамилия, имя и отчество. Однако весь цинизм ситуации, заложниками которой оказались жители Порт-городка, а на этом не заканчивается. Все эти годы с людей продолжали взимать дань. Да-да, именно дань. По-другому это и не назовёшь. Деньги взимались за услуги, которые не предоставлялись. Жители Порт-городкари пытались достучаться до администрации, которая является учредителем МУПа. Но на что получали неоднократный ответ. Денег нет, но вы держитесь. А многие так до сих пор и не дождались ответа. И сегодня мы зайдём в городской комитет КПРФ города Николаевска-на-Амуре для того, чтобы встретиться с депутатом Совета депутатов городского поселения город Николаевск-на-Амуре. Депутата завода Михаил Александрович Худяков. Михаил Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам с вопросом по Порт-городку. Вопрос сразу, напрямую. Что, в чём проблемы? Как вы эту ситуацию можете прокомментировать? То, что происходит сейчас. Порт-городок относится к лесному округу номер 11, который я представляю как депутат. С проблемой, которая там существует, я знаком не понаслышке и не от кого-то там из людей. Но хотя, в принципе, все жалуются, все говорят. Бываю там регулярно, встречаюсь с людьми, общаюсь. Жалобы, которые поступают тут же, я пытаюсь решить мгновенно. Не получается, конечно, это всё. Конечно, бы хотелось, чтобы было быстрее. Вопрос там по вывозу мусора стоит очень остро. Поэтому управляющие компании там меняются часто. Хотя, вроде как, там очень долго был муб от администрации. Насколько я понимаю, денег на муб никогда не было. Поэтому, вот, вопрос мой, почему не убирается мусор именно в поргородке, упирался в основном в то, что люди, вроде как, не платят за вывоз мусора. Ну, так и мусор не вывозится. И мусор не вывозится. Но это, получается, что порочный круг. Поэтому. Что могли бы люди сделать? Вот сами люди для того, чтобы вот как-то вопросы эти решались. Всё-таки подлежащий камень вода-то не течёт, как говорится. Ну, люди пусть приходят, пусть пишут обращения. Мы будем работать. Поэтому, вообще-то, коммунистическая партия Николая Сканамурия, города Николая Сканамурия, никому ещё не отказывала. И, в принципе, вопросы решаются. Ну, вот люди говорят некоторые, что мы не знаем, куда прийти, мы не знаем, когда прийти. Наш адрес и время было оговорено ещё год назад в Инстаграме. Официальный паблик, да? Официальный паблик нашей администрации. Поэтому, в принципе, с 10 до 12 каждую субботу мы принимали людей. Ну, ждали, во всяком случае. Мы здесь дежурим, сидим. У нас три депутата. И все три депутата по времени у нас было разграничено. Моё время было с 10 до 12. Ну, в данный момент мы, по просьбам жителей, так как некоторые не могут прийти так рано, бывает, что, ну, свои проблемы у всех. Мы сейчас будем принимать с 14.00 до 16.00. Пожалуйста, приходите, обращайтесь. Получается, каждую субботу с 14 до 16.00 в помещении горкома КПРФ по Гоголя 33, да? Привязка, где была оптика, чтобы люди знали. Да, оптика, да. Бывшая оптика. На двери написано, что КПРФ. То есть, люди приходят и пишут обращение, которому здесь можно будет дать ход уже, да? Мы будем записывать это все в журнал. Ведется журнал по обращениям граждан к депутату. Поэтому, пожалуйста, подходите, обращайтесь. Еще ни одного обращения не было, ни по Поргородку, ни по другим вещам. Не вопрос. Так, конечно, устно мы всем можем рассказать друг другу. А официально нет обращения, нет. Что с собой человеку взять? Люди переживают, никуда не пускают без QR-кодов? Нет, к нам, пожалуйста, можете без QR-кодов. Паспорт желательно прописать куда? Да, желательно. Нужна нам прописка в связи с тем, что относитесь к этому району, не относитесь, откуда принимать жалобу. Мы же будем записывать это все. Это должно быть официально. То есть, каждую субботу с 14 до 16 с паспортом, пожалуйста, написать заявление. Михаил Александрович, ну все, спасибо, вы разъяснили. Всего доброго. До свидания. Приходите еще. Продолжение следует...